Вертепное представление – одна из самых древних и интересных рождественских традиций. Есть несколько видов подобных представлений. Сейчас ученикам 2-го класса одной из Первоуральских школ показывают вертепный театр. Все ныне лекуйте, все ныне торжествуйте, День Христово Рожеску. Обычно представление состоит из двух частей. В первой разыгрываются библейские события – рождение Христа, а также сцены убийства младенцев и смерть царя Ирода. Ой, Ироди, Ироди, полно тебе грешите, хра тебе, Ироди, смерти просите. Кто это сюда забрел? Воин мой, воин, воин вооруженный, стань передо мной, как лист перед травой. Вторая часть – народная интермедия, не связанная с библейской историей. Ах, почтеннейшие господа, как это не стыдно, как это не обидно, что старый хрыч с бородой сидит на коленях у молодой. Такие представления обычно показывают во время Рождества и Святок – с 7 по 19 января. В это же время принято веселиться, ходить с калядками по домам. И нынешние школьники тоже могут исполнить пару колядок. Сундучки доставайте, нам нужны питочки. Мы корову за рога, а хозяин – пинка. Однако, по словам специалистов, нередко в головах современных детей перемешаны все праздники. И вырисовывается очень странная картина. Иногда начинаешь рассказывать, как там Рождество праздновало. «Да это как Хэллоуин!» Хэллоуин, они знают, Рождество плохо знают, и Святки, так скажем. Ну, что ж, вот для этого, собственно, и делаем такие представления вертепные. Знакомство с культурой народов Урала, с культурой русской традиционной культуры – это наша миссия, миссия нашего учреждения. Задорные игры сплотили детей. И если переодеть их в народный костюм, то дети 21 века будут мало отличаться от своих предшественников. Детворы, для которой Рождество, калятки и святки были привычными праздниками. Карина Кирогасенко, Кристина Сипьева, Сергей Шемет, Интера ТВ.